Совсем скоро им не придется спать в тихий час и даже лежать с закрытыми глазами будет не нужно. Выпускники Одинцовского детского сада номер 21 теперь совсем взрослые. Уже присматривают в магазине школьные ранцы и дневники. Школа это там где учат и рассказывают про разные машины, животные, организмы. Мысли о школе прочь, впереди праздник, немного грустные и радостные одновременно. К первому в своей жизни выпускному вчерашние малыши шли долгих 4 года. Прощайте и грусти, мы взрослыми стали, и с вами играть мы немножко устали. Многие из них, когда впервые неуверенной походкой перешагнули порог детского сада, только начинали разговаривать. А теперь они поют песни, читают стихи, танцуют, но самое главное умеют дружить. И этот приобретенный навык, без сомнения, самый ценный. Научилась, наверное, ценить дружбу, уважать старших, читать, писать, ну многое чем можно. Мне кажется, он очень повзрослел, много узнал нового. Воспитателям очень благодарны за то, что дали многое нашим детям. Людмила Владимировна Калина Ивановна, и они добрые, нарядные. А чему они вас научили в детском саду? Меня они научили рисовать, петь, танцевать. За что бы ты хотела им сказать спасибо? За то, что они всегда помогали нам во всем необходимом. Пока взрослые ностальгировали, выпускники вспоминали свои детсадовские годы, пока не понимая, что совсем скоро им придется проститься с друзьями и воспитателями. Мне запомнилось, как мы рисовали, музыкальным занимались. А тебе, Саша? Мне понравилось учиться, рисовать, играть, гулять. Кто-то из выпускников мечтает блистать на сцене, кто-то видит себя доктором, а кто-то хочет стать таксистом. Наверняка они еще много раз изменят свое решение. Впереди у ребят школа, много интересных событий и новых друзей. Правда, вряд ли все это вытеснит из памяти воспоминания о времени, проведенном в детском саду. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.